Ревизия и диверсии инструкторы США прибыли в Донбасс 27 февраля 2019 года газета РУ Ревизия и диверсии, инструкторы США прибыли в Донбасс Учение НАТО Источник изображения Газета.РУ Разведчики США прибыли с проверкой в части СУ в Донбассе Американские военные инструкторы, ревизоры и разведчики прибыли в части украинских силовиков в Донбассе Одной из их задач является проведение ревизии в США недовольной коррупцией в рядах в СУ Также, западные специалисты готовят бойцов для диверсионной войны Ранее в США группа сенаторов встретилась с представителями Украины В ходе встречи они признали, что Киев является экономически проблемным союзником в Восточной Европе В подразделения украинских силовиков в Донбассе прибыли американские военные инструкторы, ревизоры и разведчики Рассказал атаман Международной общественной организации «Верное казачество» Алексей Селиванов на брифинге в Луганске По его словам, это произошло на прошлой неделе Среди приехавших американцев от Таши по вопросам обороны полковник Кевин Вафорд Помощник военного от Таши полковник Эрик Адам От Таши морской пехоты полковник Шей Москвин И представитель аппарата от Таши по вопросам обороны лейтенант Дэвид Лангес Атаман указал, что специалисты из США проводят ревизию из-за коррупции в рядах в СУ А также занимаются изучением поступившего из Соединенных Штатов гуманитарного вооружения Передает ФАН Эти офицеры отправились с инспекцией в зону АОС и были, по нашим данным, по информации, которая нам была передана с той стороны, крайне недовольны Военные представители США читали у украинских офицеров из Центра обеспечения миротворческой деятельности и реализации международных договоров в СУ, пояснил представитель казачества Кроме того, в Донбассе приехали советник США по вопросам реформирования военно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер, который проводит отдельные встречи с руководством госпредприятия «Украбаранпром», представителями Лиги оборонных компаний и Ассоциации производителей украинской оборонной продукции Это свидетельствует о том, что, с одной стороны, Соединенные Штаты, Канада, Великобритания и другие страны НАТО хотят превратить Украину в площадку для диверсионной войны и для прочих военных операций С другой стороны, не все у них получается, если они раз за разом присылают сюда своих экспертов и своих проверяющих, пояснил Селиванов Накануне украинские диверсанты совершили подрыв взрывного устройства в Макеевке Как сообщил журналистам начальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР Данил Бессонов, украинские боевики продолжают совершать диверсии и подвергать опасности жизни и здоровья мирных граждан, проживающих на территории ДНР, передает НСН В начале нынешнего месяца начальник пресс-службы Управления народной милиции Самопровозглашенной ДНР Данил Бессонов сообщил журналистам о прибытии в Донбасс для проведения боевых вылазок на линии соприкосновения группы украинских диверсантов, подготовленных инструкторами из США и Канады В зону ответственности оперативно-тактической группировки Восток-Волновахский район прибыла диверсионная группа из состава отдельного полка специального назначения Диверсанты ранее прошли подготовку под руководством американских и канадских инструкторов, подчеркнул военный По его сведениям, украинское командование собирается использовать этих военнослужащих на южном направлении Кроме того, он отметил, что на Мариупольском направлении в подразделение в СУ прибыли две снайперские пары специального назначения Снайперы получили задачу от украинского оккупационного командования в назначенное время и в определенных районах, которые будут доводиться дополнительно, осуществлять обстрелы с целью провоцирования ответного огня с нашей стороны, рассказал ополченец В середине января секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москве следует ждать новых провокаций против России со стороны Киева По его словам, провокации это единственный для Украины способ напомнить о себе международному сообществу, в особенности США и Евросоюзу, доверие которых Киеву стремительно падает В этой связи правоохранитель предупредил о серьезных последствиях резкой эскалации вооруженного конфликта в Донбассе как для Украины, так и для Запада За три дня до этого на подконтрольной всю территорию в Донбассе был сбит беспилотный летательный аппарат, рассказали наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ По словам наблюдателей, последний раз дрон видели у Попасной, которая находится под контролем украинской армии Со своей позиции на восточной окраине населенного пункта наблюдатели руководили полетом беспилотника, который следил за снегоуборочными работами на автодороге Т-0504 Красноармейск В начале нынешнего года в США группа сенаторов-республиканцев встретилась с членами ряда украинских общественных организаций, в ходе встречи они признали, что Киев является экономически проблемным союзником в Восточной Европе Журналисты не были приглашены на эту встречу Украинские представители объяснили, что они не заинтересованы в освещении беседов СМИ из-за растущих радикальных настроений и роста агрессии в украинском обществе Украинские гражданские лидеры объяснили, что альтернативные точки зрения в Киеве отвергнуты Рафаэль Фахруддинов 26 февраля 2019 года Право на данный материал Принадлежат газета РИА Материал размещен правообладателем в открытом доступе